Так, всем привет, с вами Добгай, продолжаем играть за Нидерланды, Виктория 3. В прошлой серии мы тут, как обычно, захватили территорию, маринетками поставили Италию, Трипалитанию. В принципе, все как обычно. Я думаю, что это, скорее всего, будет плюс-минус последняя серия, потому что, во-первых, вышли обновления некоторых модов. И я немножко оценил какие-то другие моды, да. Хотелось бы уже начать новое прохождение с новым балансом модов, новой сборкой, так сказать, да. Все-таки периодически что-то обновляется, выходит, и изменения, ну, достаточно серьезные, потому что Ишки, допустим, улучшаются. Плюс я, скорее всего, хочу отключить Бествар АИ. Подумав, посмотрев, как он влияет на игру, все-таки, наверное, я бы его выключил. Сам Бествар я еще не уверен. Возможно, я потещу другой мод на бои и переключу. Но в целом, пока что меня устраивает. Но, опять же, пока что. Я не сильно знаю альтернативы. Вот. В этой серии, я думаю, знаете, чем мы позанимаемся? Мы попробуем поделать побольше марионеток, я думаю. Поподчинять всякие страны. Единственное, я вижу, что я, допустим, могу, наверное, великие державы, да, марионетить? Давайте делаем вот так и посмотрим, допустим, это А. Вот Италию мы могли замарионетить, Пруссию мы, наверное, уже не можем. Верно? Верно. То есть, то есть. Снимаю марионетку. Так. А можно мне? Поговорить, всегда. Да, давайте, давайте попробуем помарионетить побольше. Да. О, да, великие державы я не могу марионетить. Но, насколько я знаю, количество великих держав определяется самой, ну, средней силой держав, да. То есть, если мы станем достаточно сильными, то мы вот эти страны повыкидываем из ВД. Вроде как это так работает. Я вот не уверен, но, по-моему, так. Вот. Поэтому давайте начнем. Можно, кстати говоря, еще какую-нибудь британскую Индию, да. А, ну-ка. А британскую Индию мы не сможем, потому что... Да, субъектов. То есть, их только если передача субъектам. Понял. Окей. Давайте, в общем-то, начинать нашу войну по подчинению мира. Поехали. Немножко я тут начал строить... Разармы, да? Казуальные. Несколько сотен построим. Здесь вот, да. Здесь, здесь застроим. Поднимем еще немножко регулярной армии именно. Потому что, опять же, регулярная... Чуть-чуть посильнее будет. У них есть разведка с воздуха, у них есть химорушия. Ими можно совершать военные преступления, как говорится. Так что, я думаю, первым мы нападем на Испанию. Ну, на Францию, чтобы взять Испанию. Потом, возможно, с Британией повоим за Индию и Канаду. Потом, возможно, с ним подчиним в Южной Америке. Кстати говоря, мы исследовали последнюю технологию. Прекрасная ассирийская культура. Как обычно, парадоксы, молодцы. Так вот, мы исследовали последнюю медицину. Так что теперь смертность еще больше понизим. Прирост, таким образом, будет еще больше. Забавно. У нас и так очень много населения. Вот. Я думаю, мы вполне себе могли бы даже выйти на первое место, если бы захотели. Да. Достаточно для этого было бы и позахватывать некоторые территории Китая. Но я думаю, нам это не сильно интересно. И, ну, я не успел я сам начать войну, как Пруссия такая. Давайте сократим территории Нидерландов. Блин, ребята, ну... Подожди, освобождение Америки. Таможенный союз Пруссия. Вау. Ну, ладно, раз вы хотите, чтобы я вас подбил, то мы, конечно, вас побьем. Я не вижу здесь варианта унизить Пруссию. И это странно. Я бы хотел. Скорее всего. Да. А про Шейкс, кстати говоря, там Польша. Пруссия разваливается, но она все равно решает нам помешать. Экс, если говоря, это нам реально помешает. В том смысле, что... Блин, я же как бы... Я же как бы не могу начать войну свою. Неприятно. Давайте захватим себе территорию. Вестфалию. Объединяем. Красиво сделаем границы. Вестфалия. Там, да, северный Рейн. Рейнская область. Почему бы нет? Это выкинет, скорее всего, их из великих держав. Накинем еще репарации, чтобы экономика у них страдала. Гессен, я думаю, уже нет. Там, да, игрон, наверное, не полный. Да, давайте не будем этого делать. А вот эти вполне себе можно. Окей, русские военные репарации. Что тут еще можно? Давайте открыть русский рынок. Почему бы нет? Если добивать их, то полностью. Поехали. Так, за вопрос, у него вошел кто-то один. Это что, Япония? Да, это Япония. Япония вошла за плюсию. Ну и забавные ребята. А в Пруссии, оказывается, есть колония. Даже одна, да? Давайте выделим туда микроармию. Вот. Я в Индонезии строю себе войска, потому что у меня в Индонезии был хороший генерал. Но я что-то его потерял. Там был генерал. А вот, подождите. У меня был генерал в Индонезии. Извините. Надо выключить звук с почты. Отлично. Мне казалось, что было наоборот. Ну ладно, в любом случае. Правильно, я сюда. Эта армия, пускай просто Ринская будет мобилизована и остается в Рейне. Будет поддерживать вот сюда вот подкреплениями, да? В теории это должно работать нормально. Ну, хотя на всякий случай, давайте просто делаем вот так и будем давить просто одним фронтом. Почему бы и нет? Более того, я думаю, мы будем еще и высаживаться в Северной Пруссии, где-нибудь здесь, да? Чтобы побыстрее эту армию, эту войну закончить. Мобилизоваться, я думаю, смысла вообще нету. Мы и так победим. Я, кстати говоря, нашел генерала, про которого я говорил, вот. Просто у меня, видимо, несколько генералов в Индонезии. Да, да, вот. Раз генерал, два генерала. Вот этот генерал. Почему-то просто вверх, вниз улетел тогда и сейчас обратно вверх. Давайте сделаем вот так этим генералом. И вот этого индонезийского генерала, наверное, что, в отставку можно отправить? Минус пять. Плевать. И вот первая битва, кстати говоря, пурсаки на самом деле сильные. У них оборона хорошая. Но не больше нашей атаки. Все-таки у них нет танков, ребята. У них даже прошлого теха нет. Это, по-моему... Как их там зовут? Походное отделение, да. Они остаются у нас на два теха, поэтому, конечно, они будут разгармливыми очень-очень сильно. И я еще сразу морское вторжение начинаю в Восточную Пруссию. Будем с двух сторон душить. Блин, вот следующая битва прокнула так себе, на самом деле, да. По соотношению количества. Но у них что-то качество еще подпросило. Так что мы вроде это все равно победим. Плюс вот уже наша морская битва. И следом будет наземное навторожение. Там гарнизона почти нету, так что мы без проблем высаживаемся. Сейчас начнем еще со второй стороны поддушивать. Вот так вот выглядит теперь фронт. Да, и мы аж с трех сторон. Здесь так получилось, что он разделился, и получилось окружение, которое мы сейчас добьем. Хотя, поискать здесь в окружениях не добивается. Вот игра, смотрите, как рейтинг Пруссии снижается моментально, да. Что ВВП снижается, и армия разбивается. И в теории, Италия должна стать ВД, но Италия не может стать ВД, потому что она марионетка. Индия не может стать ВД, потому что она марионетка. ЦИН не может стать ВД, потому что они не признаны. Получается, Испания следующая ВД, скорее всего. Ну, по ощущениям, да. Но, но, Испания тоже марионетка, верно? Доминион, ладно. Ну, тоже субъект. Мексика? Вот кто может стать. Нет, Мексика протектор от России. Все страны так любят здесь делать субъектов. Скандинавия? Тоже. Скандинавия следующая тут. Давайте тогда за Скандинавией и пойдем следующей войной. Вот, это закончилось. Надо сейчас будет немножко наше земли. Зарейте, Нидерланды теперь выглядит, я считаю, ну, действительно привлекательно. Ну, еще давайте включим, почему-то эти стейты в у нас, да. Почему бы нет? Ну, и тут с игры включаем, что по процессу, да. Мы скоро здесь закончим, и здесь будет тоже недолго. Возможно, мы еще успеем даже это сделать до конца игры. Хотя бы, наверное, нет. Ну, давайте сразу же... А, мы не можем. Почему мы не можем сделать... А, мы еще в войне с Японией, господи. Ну, давайте высаживаться, высаживаться, что нам делать. Блин, ну, это, конечно, неприятно. А, нет, не придется, они согласны на Белый мир, потому что все КБ были против Пруссии. Правда, почему они сразу не замерились с нами, ну, ладно. А давайте сразу дальше. А, Скандинавия? Да, да. Я может поддержать Франция и Пруссия. Ну, во-первых, удачи в Пруссии. Во-вторых, если кто-то из них поддержит, то это будет удобно, в том смысле, что мы сможем сразу субъектов их захватывать тоже. И вот, Франция не выдержала и решила тоже зайти против нас. А, так, прежде превращение скандинавии в марионетку уже есть, когда-то забыли. Верно. Почему мы еще можем еще один добавить? Парадокс, ну, типа, нормально, да? Дважды марионетку, чтобы наверняка. Ладно, мне нужно что? Нет, не освобождение, не нужно передача Испании и Алжира. Нет, давайте Испании. Передача Испании. Так. Можно было бы, в принципе, с Африкой тоже что-то поделать. Но давайте, значит, что еще мы захватим? Вот это мы захватим. Гуяна. Гуяна есть. Давайте вот это тоже все чудо позахватываю. Хотя ладно, скандинавию можно не захватывать. А вот Францию хотелось бы, чтобы не было вот этих последовательств войн. Поэтому давайте Сенегалу и Гамбия тоже заберем себе. А еще вот это чудо тоже стоит забрать, я думаю. Чтобы тоже здесь не было вот этих вот микробитв на три фронта. Ну, хватило только на вот это, но вот это уже сверху не хватило. Ну, окей, ладно, пойдет. Главное, не очень хотелось бы мне только, чтобы Британия какая-то вступалась, потому что мы с ней ничего не можем забрать. Ну-ка. Хотя, с другой стороны, если вступятся вообще все, это будет, я думаю, как раз таки прекрасным финалом нашей компании. Мы разобьем всех, все европейские державы, только вот России не хватает. А, ну, в России она не хочет пока вступать. И точно покажем, что Нидерланды уже на первом месте и неоспоримы. Кстати говоря, можем сделать еще призыв вот здесь вот по той простой причине, что нам понадобится больше войск 100%. И я думаю, что у нас есть г-припас, когда продаем? Да. А, на Францию, во Встро-Венгрию, ну, вот во Францию, подождите, французская Нидерландская, да, все правильно. Во Францию мы отдаем. Они перестанут получать боеприпасы, кстати говоря, они будут немного этого не ожидать. Кстати говоря, Италия будет тоже на нашей стороне. Я вот все забываю, марионетки же еще и воюют над вашей стороне. Не просто сырьевой предаток. Так что сюда еще будут французские войска оттягиваться нормально. Ну, и также я все-таки подумал, что вот на эту войну уже можно мобилизовать еще и побольше там Африки, какие-то здесь колонии тоже. Пускай призывники тоже повоюют. Нам все-таки больше войск. Здесь все-таки достаточно много против нас соперников. Франция мощная, Пруссия такая немаленькая тоже. Так что давайте. И давайте без краши, пожалуйста, парадоксы, это немного надоело. И чтобы вы понимали, я уже третий раз сейчас передопускаю игру. Третий раз делаю то же самое. Сохранился 9 декабря. Я думал, я уже призыв делал до этого. Я снова призыв весь запускаю, да? Как мне это надоело. И сейчас все опять выставлю. У меня опять вылетает игра снова и снова. Я надеюсь, сейчас это пофиксится, потому что меня это уже начинает бесить. Если нам реально сейчас будет вылетать каждую неделю, то на этом мы и закончим. И вот, да, все, как я и говорил. Игра вылетает, и ее невозможно продолжать. Просто посмотрите. Подходит вот эта неделя. Бам. Даже-даже на половинке. Подходит месяц. и все, игра закончилась. Так что закончим мы на вот этом прекрасном пепе, который опять жалуется на краш игры, потому что, да, это надоело. В конце вот этих вот уже в 900-х годах игра крашилась просто постоянно. Это очень нервировало. Я не очень уверен, почему это происходит. Возможно, какие-то моды, возможно, просто сама игра. То есть сложно определить, да. Но, тем не менее, это происходит. Здесь вот я не могу уже обойти этот вылет. Постоянно происходит в одну и ту же дату. Так что мне придется кампанию завершить. К сожалению, я все-таки хотел эту войну доиграть, и после этой красивой войны уже можно было бы завершить. Следующее прохождение я не уверен, за кого будет. Возможно, это будет Испания, да. Плюс у меня еще есть идея проходить за несколько стран, то есть вести одну кампанию и играть за каждую страну по какое-то количество лет. Либо там с какими-то целями, да, а потом пересаживаться на новую и развивать уже ее. Эта идея мне вот появилась, она мне понравилась, поэтому, возможно, будет Испания потом вот эта вот идея. В любом случае с Нидерландами все. Так что, ребята, спасибо всем за просмотр. Подписывайтесь, если вы все еще не подписаны. Ставьте лайки, оставляйте комментарии и до скорых встреч. Пока.